В селе Хатасы появилась служба скорой медицинской помощи. Сегодня там открыли структурное подразделение подстанции скорой помощи города Якутска. Разместилась служба в здании Хатасской участковой больницы. Местная бригада также будет обслуживать и жителей села Табага. Подробности далее. Раньше жителям села приходилось ехать через пробки, чтобы попасть на станцию скорой помощи Якутска. Расстояние с Хатасев до Якутска довольно большое, когда дорога каждая минута. Теперь скорая помощь в селе Хатасы стала действительно скорой. Среднее время прибытия на вызов составляет 15-20 минут. Наш город обслуживается от кангаласов до Табаги. Территория очень большая, поэтому не всегда укладываемся в эти цифры. С этой целью для повышения доступности населения этой скорой помощи МИЗДРАФ проводит определенную работу. Как в начале года открылась подстанция поселка Жатай, обслуживает ту часть кангаласы, Жатай, Марху. И сейчас вот мы стоим, открываем поселки Хатасы. Станция будет обслуживать более 10 тысяч жителей. Кабинет оснащен согласно санитарным правилам и нормам по порядку оказания помощи. На все машины нанесен номер телефона, по которому нужно вызывать скорую с помощью сотового. Машина также оснащена всеми необходимыми медицинскими оборудованиями. Дефибрилляторы, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородом. Я думаю, что доступность скорой помощи для южного направления города Якутска возрастет в разы. Вызовы поступают на централизованную станцию 03. Здесь будет дежурить одна бригада в составе врача и фельдшера. При необходимости будет усиление самой станции скорой медицинской помощи города Якутска. Для этого у нас есть мобильная связь, радиосвязь, которая будет непосредственно регулироваться станцией скорой медицинской помощи города Якутска. Примечательно то, что именно эта подстанция открывается в канун дня города. Это очень хороший подарок, считаю, жителям села Хатасы. Появление своей службы скорой помощи в селе Хатасы – большое событие. Теперь бригада врачей сможет добираться к пациентам намного быстрее. Качество и доступность медицинской помощи увеличивается. Значит, спасенных жизней будет больше.